Мы имеем дело с банальной подгонкой под ответ. Добрый день, Максим Алексеевич. Вот и прошел у нас очередной ВЭФ, уже седьмой по счету. Было много ожиданий, потому что форум проводил в новых экономических и политических реалиях. Но тем не менее, несмотря на всю сложность, наши чиновники, руководители полупредства, в частности, и полупред Рутнев, отчитались о рекордном количестве подписанных договоров. И рекордном количестве сумм, на которые были заключены либо контракты, либо соглашения о намерениях. Это более 3,25 миллиардов рублей, насколько нам известно, по официальным данным. Как вы прокомментируете, почему так получилось в таких сложных условиях? Строго говоря, по-другому получиться я не могла. Потому что лучший способ решения детской задачки типа лабиринт, это начинать не от входа в лабиринт, а от выхода. И примерно так все и было сделано. Но числительная в данном случае штука достаточно лукавая, потому что если мы посмотрим сравнение с предыдущими вэфами, то мы увидим, что объем заключаемых соглашений каждый год прирастает буквально на 5-7%, причем прямо вот линейно на 5-7%, то есть арифметически очень близко. А количество соглашений при этом чуть ли не удваивается. То есть получается очень интересная ситуация, что вроде как соглашения мельчают, но что гораздо более вероятно, мы имеем дело с банальной подгонкой под ответ. Было запланировано некое мероприятие, и мероприятие должно было закончиться подписанием на больше, чем в прошлом году. Но нельзя же подписывать на сильно больше, чем в прошлом году. Значит, давайте там плюс 5-7% добавим. Окей. Но если мы добавим 5-7% и покажем 3 миллиарда тремя соглашениями, эти соглашения привлекут всеобщее внимание. Нужно будет на них, ну скажем так, набросить хоть какую-то иллюзию исполнимости. А если эти 3 миллиарда распылены между несколькими сотнями новых соглашений, то каждое из соглашений по сути само по себе неинтересно. Вообще, этот ВЭФ получился таким бенефисом, наверное, двух территорий. Это Якутия, потому что одновременно было объявлено о строительстве нового горнодобывающего предприятия, по сути, да, и о коренной перестройке городской инфраструктуры. И это Сахалин. Но прелесть-то в том, что и якутские, и сахалинские проекты, они, в общем, не требовали международного форума. Они реализуются практически, скажем так, на российские деньги и для развития российской экономики. То есть это можно было подписать и в Якутске, это можно было подписать и в Южно-Сахалинске. Для этого, в общем, ВЭФ не требовался. Поэтому, что сказать, если говорить так по-доброму, с чувством и пониманием, KPI, значит, специально выделенные люди решали специально установленные задачи по достижению соответствующего KPI. Решили, достигли, с чем мы их можем и поздравить. Продолжение следует...